И снова они в строю. Уже в новом исполнении в преддверии Дня Победы ГАЗ выпустил автобусы под легендарным брендом «Победа». Произведены они были ещё в прошлом году, но из-за пандемии участие этих машин в торжественных мероприятиях было перенесено на этот год. Эти автомобили имеют определённые отличительные особенности от автомобилей, которые производятся на конвейере. Они оснащены дополнительным антивирусным оборудованием для защиты здоровья пассажиров. Именно на этих символичных машинах волонтёры и активисты «Единой России» едут поздравлять ветеранов. Очень символично, что наши активисты сегодня поедут на автобусы, которые выпущены под маркой «Победы». Участников войны осталось более 800 человек. К каждому из них приедут наши активисты и наши однопартийцы. И самое главное тут даже не в подарок, а то, что наши волонтёры, наши активисты, депутаты «Единой России», которые подключаются к этой акции, они приходят к ветерану, общаются с ними по душам, спрашивают, какие существуют проблемы, не нужна ли в чём-нибудь помощь. Тамара Алексеевна – труженица тыла. Работала на автомобильном заводе оператором и параллельно училась в школе. Когда война закончилась, мама не отпустила её с заводом в Ленинград. Надо было получить образование. Зато завод отпустил школьницу доучиваться. После окончания педагогического института она 15 лет отработала в школе и снова вернулась на родной газ, где проработала 29 лет. Сегодня Тамара Алексеевна вспоминает не только свой профессиональный путь, но и военный. Победа до сих пор в самом сердце. Все обнимались, целовались, про Победу кричали, прям по дороге прыгали, плясали. Александра Павловна, участница Великой Отечественной войны, в 20 лет ушла на фронт, прошла до Таллина, была зенитчицей. Я на руде была. Специально такой есть прибор. Это только дневной, куда цель ведь. А ночью подаю заражающему снаряд. Делаешь, и делаешь, и делаешь. Там ночь кончится. Соцветать, всё, самолётов не слыхать немецких. Всё, отбой, отбой. А потом руде чистим. Снаряды приготовим, опять бережет к орудию. Вадим Булавинов приехал поздравить. Ведь рано не только с праздником, но и с особой датой. Александре Павловне исполнилось 100 лет. У неё трое детей, четверо внуков и шесть правнуков. Много сил, энергия. Вот прям человек, видно, такой живой, активный. Очень приятно. И просто испытываешь чувство гордости за таких людей. И хочется, конечно, огромное сказать слова благодарности за великую победу. Ну и пожелать, чтобы Александра Павловна жила ещё долго-долго с нами. И мы имели возможность её поздравлять и радоваться за таких участников войны. До Дня Победы подарки получат все ветераны Великой Отечественной войны в Нижегородской области. Ксения Середина, Ренат Бигбаев. Время новостей.